В период большого снегопада, сопровождавшегося аномально высокой температурой, на дорогах Колымы возникли затруднения и опасные ситуации. Но колымские сотрудники МЧС обеспечили необходимыми мероприятиями безопасность водителей и пассажиров. С целью недопущения аварийных ситуаций в условиях циклона дорога Магадан-Балаганный эталон была закрыта до сегодняшнего дня для движения автобусов и грузовиков. Всего на территории области работает 163 единицы дорожной техники. На дорогах региона дежурят сотрудники МЧС России на высокой проходимой технике. Между Магаданским и Армандским перевалом развернут пункт обогрева для водителей, попавших в снежный занос. В черте города пожарные подразделения патрулируют улицы, оказывая помощь водителям и сотрудникам коммунальных служб. Аэропорт, морской порт, а также объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. В связи с проведением расчистки автодорог Главное управление МЧС России по Магаданской области настоятельно рекомендует всем автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населенного пункта на личном транспорте, пешеходам быть осторожными при пересечении и передвижении по проезжей части. В круглосуточном режиме специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ведут мониторинг складывающейся обстановки. Съемочная группа вечернего Магадана побывала в центре и одна из первых получила хорошие новости. Территориальная автодорога Магадан-Балаган-Эталон с 10 часов утра открыта для всех видов транспорта. Проезд обеспечен. Циклон, оказывающий влияние на побережье Магаданской области, перестал действовать. На сегодняшний день есть прогноз о неблагоприятном погобном явлении на востоке польского городского округа по ветру до 22 метров в секунду. На данный момент не оправдывается. Максимальные порывы ветра зафиксированы 14 метров в секунду. В учреждении Магадан-Теплосеть новый руководитель. Павел Жоров покинул свой пост. Павел Валерьевич проработал в должности директора муниципального унитарного предприятия более 15 лет. Всегда отстаивал интересы учреждения и своих сотрудников. Теплосеть под руководством Павла Жорова рука об руку работала с муниципалитетом и подведомственными структурами, успешно реализовав немало масштабных инфраструктурных проектов. В знак признания профессиональных заслуг Павла Валерьевича ему была вручна награда за заслуги перед Магаданом. Как отметил прежний руководитель, предприятие всегда должно функционировать. Никто не должен в городе Магадане думать о том, что такое теплоснабжение, как оно осуществляется. Человек должен отработать на своем месте рабочем, пришел домой в семью, расслабился с горячей водой, с отоплением. И при всех тех проблемах, которые существуют, мы прилагаем просто мегаусилие для того, чтобы улучшить качество, повысить надежность и заложить перспективы развития и роста как предприятия, так и всей инфраструктуры города Магадана. Павел Жоров поблагодарил своих коллег и руководство за совместную продуктивную работу. Проводить начальника собрался весь коллектив. Посетил встречу и заместитель мэра Магадана Александр Малышевский. Он отметил, что даже при авариях Магадан-Теплосеть продолжает свою работу и оперативно устраняет все неполадки. За это хочу поблагодарить всех вас, но и Павла Валерьевича, который, я повторюсь, только директором работал 15 лет. Правильно я говорю? Да. Поэтому принял Павла Валерьевич решение. Лично мне было с ним довольно комфортно работать. Характер Павла Валерьевича, наверное, всем известен, непростой, но тем не менее, конструктивная работа всегда у нас была налажена. Новый руководитель Магадан-Теплосеть Максим Морозов трудится на предприятии с 2011 года. Сначала был инженером, потом в 2018-м его перевели на должность начальника производственно-технического отдела. Как отмечают сотрудники, за время работы зарекомендовал себя как квалифицированный специалист. Он успешно выполняет самые сложные задачи, а также отлично справляется с организационной работой. Максим Морозов рассказывает, что у него уже есть планы по развитию предприятия. В данный момент у нас есть некоторые мероприятия, которые мы хотим осуществить уже в недалеком будущем. Пока я об этом рассказывать не буду, потому что, чтобы не афишировать. Но мы планируем продолжать действия, которые выполнял Павел Валерьевич по руководству предприятия, двигаться в том самом направлении, в котором предприятие двигается уже достаточно большое количество времени. О всех наших ситуациях, о развитии и о всех планах узнаете. В рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Магадане субсидию получили Инна Мягкова и Александр Лосников. Инна Викторовна занимается вязкой одежды. Предприятие ее работает больше года. Рассказывает, что ее хобби переросло в постоянный заработок. Многие хотят купить индивидуальную вещь, а в масс-маркете не получается. Кроме того, размеры часто бывают не те. Именно поэтому Инна Мягкова решила открыть свое ателье. Иногда получается, что выбрать что-то очень сложно, потому что рынок в основном наполнен синтетикой. Я работаю именно натуральными нитками. Пряжа практически вся итальянская. И составы натуральные. Это шелк, кашемир, мереносы, хлопок, смеси между ними. То есть, то, что приятно к телу и не вызывает не аллергии, приятно носить и долго держит форму. Качество изделия, конечно, совершенно другое. Инна Мягкова отмечает, что товар востребован. В большей степени вяжет одежду на заказ. Субсидия, которую получила предпринимательница, предоставляется на возмещение понесенных целевых расходов. Они связаны с бизнесом и включают в себя приобретение материалов, оплату аренды, ремонт оборудования, размещение рекламы и обучение наемных работников. Размер субсидий – 50% от понесенных расходов, но не более 300 тысяч рублей. Это, конечно, очень здорово. То, что есть такая возможность и компенсация расходов понесенных бизнесом. То, что эта мэрия идет навстречу и это происходит, это, конечно, замечательно. Это действительно подспорье для малого бизнеса, особенно в наше, скажем так, нелегкое время выживания бизнесу, призового фонда мне. Они также будут направлены на закупку расходового материала, то бишь пряжи. Право на получение субсидий имеют предприниматели, действующие менее двух лет с момента регистрации, а также те, чья деятельность в приоритетных сферах для Магадана. Например, ЖКХ, добыча и переработка рыбы, туризм, образование, здравоохранение и строительство. Стартовала ежегодная вакцинация от гриппа. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, собираются ли они прививаться. Конечно, ну что вы. Если человек хочет жить, он должен это сделать. Почему? Конечно, я переболела, потом привилась и буду, как там называется, ревакцинироваться обязательно. Хорошо, спасибо большое. Поэтому я хожу без маски и ничего не боюсь. Я уже... Уже привились? Да, привились. А как вы считаете, тебе вообще нужно это или нет? Не знаю, просто не знаю. У меня была температура ночью, да. А, то есть у него все хорошо сказалось, да? Да. То есть вот тогда так не дали. Ну сейчас нормально. Нет, не прививалась, не планирую. А почему? Не хочу. Я прививалась, у меня есть сертификат со мной. Сертификат закончится, сертификат первый. Вакцинации я буду прививаться в декабре. Думаете, это прямо надо делать людям? Я считаю, да. В моем возрасте это обязательно. Я была на материке, видела непривитых людей, которые много болели. Причем невакцинированные болели даже по два раза. Врачи болели. Не просто какие-то, а болели врачи. Знаете, нет, не прививалась и не планирую. От гриппа я не прививалась. А почему? Я им не болею. Как вы считаете? Вообще нужно прививаться людям от него или не стоит? А зачем, если у вас иммунитет с рождения? Я думаю, что он справится с этой задачей. Защитís Редактор субтитров А.Семкин